Привет, я Анастасия Брюханова и вы на канале Объектив. Вчера, как вы знаете, была вторая годовщина начала войны России с Украиной. И многие издания подготовили обзорные материалы к этой дате. «Медуза» и «Медиазона» выпустили новые исследования о потерях российской и украинской армии. Они оказались сравнимы. Лаборатория публичной социологии выяснила, почему большинство россиян не поддерживают войну активно, но при этом молча. «Вашингтон пост» и «Блумберг» рассуждают о санкциях и о том, почему они неэффективны. Также поговорим и о событиях дня, но прежде чем начну, два коротких объявления. Вчера у нас был фандрайзинговый стрим, и мы, к сожалению, не добрали 228 тысяч рублей на работу нашего канала в марте. Я оставлю ссылку на Donation Alerts в описании. Пожалуйста, поддержите канал. Пожертвования в пределах этой суммы будут утраиваться, так что вообще-то нужно собрать всего 70 с небольшим тысяч. Ну и вечером у нас будет стрим с Андреем Матвеевым, психологом, и мы снова поговорим о том, как пережить горе от потери Алексея Навального. Приходите на стрим. Ну а сейчас мы начинаем с той новости, которую все давно ждали. Мать Алексея Навального смогла забрать его тело из морга. Вчера об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш. По ее словам, мать Алексея, Людмила, все еще в саликарде. Как будут проходить похороны, пока неизвестно. Команда Навального поблагодарила всех, кто призывал выдать тело Алексея семье. Но разбирательство со Следственным комитетом еще не закончено. На днях Людмила Навальная подала в суд на Следственный комитет. Она обвинила его в надругательстве над телом ее сына. Рассмотрение дела назначено на 4 марта. Еще до того, как стало известно, что тело Алексея отдали, Юлия Навальная записала видеообращение. Она обвинила Путина в нарушении христианских ценностей. Путин любит показывать себя истинно верующим. В церкви фотографируется, по святым местам ездит. И при этом мешает родным забрать тело погибшего и провести достойные похороны. Это, говорит Юлия, нарушает все возможные нормы морали. Не говоря уже и о войне, и об убийстве мирных жителей, которые происходят из-за Путина и по его решению. В заключении патологоанатомы написали, что смерть была естественной. Но у команды ФБК есть основания сомневаться в этом. Поэтому они объявили, что готовы заплатить за информацию о смерти Алексея. За подробную информацию об убийстве Навального обещают 100 тысяч евро. А также помощь в эмиграции. Вчера на два года войны по всему миру прошли акции в поддержку Украины. А в России вспоминали не только погибших в войне, но и Алексея Навального. Вчера было ровно девять дней с его смерти. В Чехии тысячи людей вышли на улицу с сини-желтыми стикерами. Сверху их фотография похожа на огромный украинский флаг. Акция прошла и в Амстердаме. Люди с плакатами в поддержку Украины встали недалеко от мемориала памяти Алексея Навального. В Польше протестующие собрались у российского посольства в Варшаве. Участники акции растянули длинное полотно синий-желтого цвета с большим красно-белым сердцем посередине. Символ солидарности Польши и Украины. В Москве вчера жены мобилизованных из движения «Путь домой», как всегда, по субботам, пришли к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В этот раз их акция была приурочена ко второй годовщине начала вторжения. Вначале полиция даже попыталась помешать возложению цветов, а потом задержала нескольких журналистов, работавших на месте. Это несмотря на то, что у них были все требуемые законом атрибуты для освещения акции. Пресс-карта, редакционные задания и жилеты с надписью «Пресс». Интересно, что у храма Христа Спасителя выстроилась очередь желающих помянуть Алексея Навального. По данным издания «Сота», рядом с храмом дежурила полиция, которая выборочно проверяла документы. Несколько десятков человек собрались в Смольном соборе в Петербурге. Там полиция тоже проверяла документы, но никого не задержала. Также в Петербурге все-таки было задержание, а задержали художницу Елену Осипову. 78-летняя художница часто выходит на акции с плакатами, которые рисует сама. В этот раз ее холст был посвящен Алексею Навальному. Через несколько минут к ней подошли полицейские и куда-то увезли, но очень вскоре отпустили. За два года войны Россия потеряла не менее 75 тысяч солдат убитыми. К такому выводу пришли журналисты «Медуза» и «Медиазона». Еще в прошлом году «Медуза» с помощью реестра наследственных дел посчитала, насколько выросла мужская смертность. И эти данные соединились со списками «Медиазона», а они считают погибших поименно. И вот на основе этих данных журналисты приблизительно и рассчитали общее число погибших. Теперь же они повторили свое исследование, но уже с обновленными данными. Как выяснили журналисты, в прошедшем году темп потерь никак не снижался. Казалось бы, линия фронта почти не движется, и, возможно, погибших должно становиться меньше. Но российская армия сперва провела наступление на Бахмут с так называемыми «мясными штурмами», в которых она теряла около двух тысяч человек в неделю. Затем российские военные сели в оборону, пытаясь сдержать наступление ВСУ. И, судя по графикам, оборона далась тяжело. Темп потерь оставался высоким, особенно по сравнению с 2022 годом. Следующий пик случился осенью прошлого года. Как раз в это время российская армия начала наступление на Авдеевку. Исследователи выяснили не только количество погибших, но и, скажем так, какой группе они принадлежали. Из 75 тысяч погибших 20 тысяч – это как раз бывшие заключенные. Около 16 тысяч – мобилизованные. Каждую неделю умирают в среднем 250 россиян, отправленных на фронт принудительно. Самая большая группа – это профессиональные военные. Их около 22 тысяч человек. Но, опять же, это не финальные цифры. Есть еще пропавшие без вести. И те, кто получил серьезное ранение и больше не может воевать. Таких людей в реестр наследственных дел, понятное дело, не вносят. Это посчитать их количество намного сложнее. Но можно сравнить, например, с данными о выплате компенсаций. В среднем компенсации за ранение платят в два раза чаще, чем за смерть. Поэтому можно предположить, что Россия потеряла еще около 140 тысяч солдат раненых. Кроме того, журналисты сделали примерный подсчет потери Украины. Киев, как и Москва, не раскрывает официальные данные о погибших. Но в Украине тоже есть проекты, считающие количество убитых. На основе этих баз журналисты предположили, что потери России и Украины примерно одинаковы. Максимальный возможный разрыв – это два к одному. То есть Украина могла потерять в два раза меньше людей, чем Россия. До этого и Зеленский говорил, что потери России в пять раз больше. Сейчас российская армия наступает. А значит, темп потерь может стать еще выше. Ведь обычно наступающая армия теряет намного больше сил, чем обороняющаяся. От страха и шока к молчаливому принятию. За два года войны большинство россиян смирились с войной. Но это не значит, что они войну поддерживают. К такому выводу пришла лаборатория публичной социологии. За два прошедших года исследователи провели более 300 глубинных интервью. И выяснили, как мыслят те, кто против войны не высказывается. Сперва небольшой дисклеймер. Мы много раз обсуждали, что социологии в России сейчас доверять нельзя. Но тут все зависит от метода исследования. Просто спрашивать человека, поддерживаете ли вы войну, это, конечно, такое себе. Но вот узнать его эмоции, принципы, это уже более показательно. Называется это качественное исследование. И мы не можем узнать, сколько именно людей так мыслят. Но мы можем понять, как они пришли к таким позициям. Так вот, как выяснилось в ходе интервью, довольно распространенная реакция на войну – это ее оправдание. И тут хочу подчеркнуть, не поддержка, а оправдание. Обычно мы пытаемся оправдать то, что нам не очень нравится, но изменить это мы не можем. Вот и опрошенные россияне говорят о войне как о чем-то плохом, неправильном. Но раз уж это случилось, то нужно, по их мнению, как-то с этим смириться, приспособиться, найти хоть какое-то объяснение. Ну, наверняка вы слышали эти фразы. По-другому, видимо, было нельзя. В Кремле, наверное, знают лучше. Ну, нам просто все не говорят. И так далее. Так говорят не сторонники войны, а именно те, кто ее оправдывает. При этом такое оправдание далеко не всегда облегчает жизнь. Как выяснили исследователи, многие россияне от войны страдают, не могут планировать будущее, испытывают постоянный стресс, тревожность, страх, неопределенность. Те эмоции нам знакомы. И позже от вот такого страдания и страха многие приходят к принятию. Спустя два года войны она становится просто фоном, неким постоянным событием, на которое никак нельзя повлиять. Некоторые опрошенные даже говорят о ней как о чем-то неизбежном, о том, что должно было случиться. Причем, как отметили исследователи, так мыслят в основном аполитичные люди. Те, кто особо и не следил за новостями, не интересовался политикой, а просто хотел жить своей жизнью. Когда война только-только начиналась у всех нас, в том числе и у нынешних сторонников войны, была лишь одна эмоция – шок. Но позже мы стали реагировать по-разному, в зависимости от жизненного опыта. Кто постоянно смотрел пропаганду и жил мечтой о Великой России, те стали как раз вот сторонниками войны. Мы с вами, например, либеральные россияне, интересующиеся политикой, превратились в противников войны. А те, кто вне политики, просто не знали, как действовать, куда смотреть, где искать. Поэтому они замолчали и попытались вот как-то войну эту оправдать. Время от времени они все же высказываются. Например, если им звонит социолог из фонда общественного мнения, то и спрашивает, поддерживаете ли вы действия президента, то вот они-то как раз и отвечают, да, отсюда и берутся эти 80% сторонников, которыми так любят хвастаться Кремль. Но на самом же деле провоенных россиян, которые прям, да, за войну ее поддерживают осознанно, не так много. Но много россиянополитичных, которые войну поддерживают на словах, как положено, но при этом относятся к ней негативно. Ко второй годовщине начала войны в Украине мировые СМИ подводят итоги. Военные, экономические и, конечно, санкционные. Итоги эти в большинстве своем неутешительные. Несмотря на рекордное число санкций, введенных против России, Путин продолжает вести войну. А российская экономика работает и даже зарабатывает. Сейчас вместе с Вашингтон-Пост и Блумберг разберемся, почему западные санкции так неэффективны и кто в этом виноват. Устойчивость российской экономики стал прям настоящим сюрпризом для западных лидеров. Нанести ей сокрушительный удар – это еще два года назад намеревался сделать Байден. Но так и не удалось. По ожиданиям экспертов, в этом году темпы экономического роста в России могут быть даже выше, чем в Германии, Франции, Великобритании и тех же штатах. И новые санкции, которые многие страны приурочили ко второй годовщине начала войны или убийству Алексея Навального, эту ситуацию вряд ли исправят. Настоящими спасителями для российской экономики стали азиатские партнеры Путина, которые и пришли на смену западным. Китай вместе с Индией нарастили закупку российской нефти. Они же стали поставлять в Россию свою продукцию. Бывшие страны СССР, такие как Казахстан и Кыргызстан, помогают России в обход санкций получать все что угодно, начиная от технологий и заканчивая запчастями для оружия. Помогают Путину и Турции с Объединенными Арабскими Эмиратами. Как считает историк из Корнельского университета Николас Малдер, Запад больше не обладает решающим экономическим влиянием в мире, как это было раньше. Ему приходится все чаще считаться с азиатскими странами и с их влиянием. Поэтому даже западные эксперты сомневаются, что новые санкции штатов будут хоть в какой-то мере эффективными, пока с Россией торгуют азиатские игроки. Новые ограничения, а их ввели целых 500 штук, нацелены на важнейшие звенья в цепочке поставок технологий для российской армии, а также на доходы России от продажи ископаемых. Но, по сути, в них нет ничего революционного. Да, после их введения продолжать войну России будет дороже, сложнее, придется искать новые пути обхода ограничений. И да, в долгосрочной перспективе они действительно сделают Россию беднее, и экономику, зависимая от государственного управления, да и саму страну в целом более отсталой технологически. Но это же все в будущем. Пока же эти издержки все равно не настолько большие, чтобы Путин задумывался об окончании войны. А именно эту цель на словах и преследует Запад, вводя все новые и новые санкции. И вот уже два года никак не может этой цели достичь. И уж, конечно, никак не помогут приблизить конец войны санкции, которые Запад завидным упорством вводит против простых россиян. Но взять, например, новейшие американские запреты, те самые, которых аж 500 штук. Среди прочих юридических лиц под санкции в этот раз попал оператор платежной системы МИР. Российские компании это на введение, а в итоге, конечно же, обойдут. В этом не от сомнений. За два года-то уж точно они в этом прокачались. И война из-за этого точно не закончится. Но вот основной удар санкций против оператора МИРа придется на обычных россиян, которые покинули Россию, которые выступают против Путина и против войны и живут за границей. Ну или вот мое любимое за последние пару дней. Взять новые санкции Австралии, которые тоже приурочены к двум годам с начала войны. Под австралийские ограничения в числе прочих попали. Киркоров, Басков, Газманов и Тина Канделаки. Наверное, в Австралии такое решение далось очень трудно. Все-таки Киркоров с Газмановым частые гости. Без них культурная жизнь континента сильно обеднеет. Но что не сделаешь, чтобы остановить войну? И тут вот у экспертов возникает вопрос. На мой взгляд, довольно странный, но все же вот возник. А почему бы Западу во главе США просто не взять и не ввести такие санкции, которые бы вообще все закрыли? Все возможности для России торговать, хранить где-либо деньги, проводить платежи, получать технологии, продавать нефть. Почему, например, не конфисковать окончательные российские замороженные активы? Почему сразу не прекращать вести все дела с банками, которые сотрудничают с Россией? И на этот вопрос отвечают в Блумберге. Такие меры против России негативно скажутся уже на глобальной экономике, и в том числе экономике Штатов. И это отлично понимают в администрации Байдена. И поэтому не предпринимают таких мер, особенно в условиях предстоящих выборов. Действительно, масштабные экономические потрясения, как круги на воде, затронут весь мир и приведут к пагубным последствиям. Глобальная взаимосвязь всех стран мира, их экономик, которая вообще-то идет всем только в плюс в мирное время, стала тут настоящим проклятием во время войны. Западные страны при этом продолжают придумывать новые-новые пакеты санкций, которые все чаще вызывают скорее нервный смех из-за их бестолковости. А Россия придумывает новые пути их обхода. И пока что в этой игре наперегонки скорее ведет Путин. Мы тут уже много раз говорили, что есть вполне понятные инструменты, как взять и взять у Путина два главных ресурса для ведения войны, деньги и мозги. Но пока санкции скорее помогают ему их сохранить. Этими запретами вывода денег, обрезанием карточками, свифт, теми же визобанами и другими привлекательными и для политиков популистскими мерами. Но ведь они абсолютно бесполезны и скорее вредны. Если цель санкций, конечно, это реально остановить войну. Вчера ночью на Новолипецком металлургическом комбинате крупнейшем стелелитейном заводе России начался пожар. По одной из версий, завод атаковали украинские беспилотники. Незадолго на начало пожара местные жители слышали звук прилетающих дронов, а позже и звуки взрывов. Да и Минобороны сообщало, что ночью над Липецкой областью перехватили несколько беспилотников. Источники ББС рассказали, что за атакой на завод стоят службы безопасности Украины и украинская разведка. В телеграм-канале ВЧК ОГПУ появился комментарий бывшего сотрудника завода, который рассказал, что пожар охватил важнейшие цехи и заводу может быть нанесен серьезный ущерб. Телеграм-канал «Осторожно новости» сообщил, что пока известно об одном пострадавшем. Однако губернатор Липецкой области объявил, что на заводе загорелся только один цех, а сам пожар был быстро потушен и никто не пострадал. К концу дня губернатор в своем телеграм-канале написал, что на территории завода нашли части дрона. Новолипецкий металлургический комбинат производит как минимум 18% всей стали в стране. Как сообщают важные истории, сталь и сплавы используются на оборонных предприятиях для создания баллистических и крылатых ракет, а также артиллерии и беспилотников. Тем не менее, завод пытается откреститься от связи с российским военным комплексом. Как сообщили представители НЛМК журналистам BBC, завод не поставляет сырье для ВПК, а производит продукцию исключительно гражданского назначения. На этом выпуск все, но я напомню, что сегодня у нас еще один стрим с психологом Андреем Матвеевым, и мы снова поговорим о том, как всем нам пережить горе от потери Алексея Навального. Это второй стрим в этой серии, так что приходите, пообщаемся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова